Музыка 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 Нехорошо Всюду совать свой нос Музыка Июль 1985 года На экраны советских кинотеатров Выходит картина Александра Захарова Человек-невидимка По наименному Роману Герберту Уэллсу Немедленно отходим Давай Фильм имел большой успех Среди зрителей В данном жанре подобных работ Не было в советском кинематографе В главных ролях были заняты известные в то время актеры Андрей Харитонов, Ромуальдес Романаускас, Леонид Куравлев, Наталья Данилова и другие Теперь, насмотревшись американских фильмов, понимаешь, что Человек-невидимка – это просто пукольный театр Но фильм вышел в пик застоя Мне рассказывали ребята, что в детстве пешком ходили в соседнюю деревню каждый день, чтобы посмотреть его Вспоминал в одном из интервью исполнитель главной роли Харитонов Дать столько сил Достичь невероятного И что же, вместо заслуженной награды Толпа невежд Готова уничтожить вас Меня не волнует отношение толпы Я нечистолюбив В рейтинге журнала «Советский экран» картина находилась на втором месте после фильма «Пришла и говорю» со звездой советской эстрады Аллой Пугачевой И собрала за первый месяц миллионы зрителей Все уличные эпизоды были сняты в Литве, большей частью в Калнессе Но есть и кадры из Вильнюса Занятый в одной из главных ролей литовский актер Ромуальдес Романаускас рассказывает, что для них, актеров, фильм был большим мучением, чем радостью Поскольку основная его часть снималась в павильонах Мосфильма, а это отнимало очень много времени Куда вы? За вашими записями Сам же фильм он называет поверхностным Поскольку это, скорее, был советский ответ американскому Голливуду И акцент был сделан на эффектах В то время как, по его мнению, мысль писателя Герберта Уэллса была намного глубже По моему зрению, он такой более-менее для подростков, может, годился Ну, так он такой легковесный фильм получил С особой классической и такой атмосферы Он такой, ну, поверхностное переключение получилось И так как эти все трюки, это было все-таки для нашего кино не такое уж привычное дело В том же Вильнюсе, где снимали, что сама дверь открывается при входе в литературной антакльнице Особняк Это занимало очень много времени Сам тот трюк с жилкой за дверную ручку завязывалось Кто-то тянул и так далее, и так далее Ну, такой принцип кукольного театра Да, да, да Висячий пистолет, надо, чтобы не был бы виден Надо же специально святителям эту свою лепту, заказ Обыграет хороший оператор был Тот, который снимал экипаж для этого фильма И актеры довольно популярные были Не говоря уже о главном И Харитонове он на самой волне был популярности И овод только что был прошедший по войне книги Я есть, и меня даже можно увидеть Помните, тело, невидимое в воздухе, становится видимым в воде И Наташа Данилова из БДТ Из всех, наверное, очень популярных, хороших актеристов Ну и так как для прибалтов была часто уже такая Судьба, что или шпионы, негодяи Или немецкие войска Такая уж традиция Мы об этом даже с Солнцем потом фильм делали Потому что для прибалтов В большинстве такие вот были в советском киноролике Это не то, что обижало, но было легкое удивление Потому что такой штамп появлялся И поэтому, когда наивно мы верили Что даже надо менять свой амплуар, расширять И такой амплуар родился симпатично, но негодяй часто И так далее, и так далее Это такая судьба, особенно для мужчин прибалтов была Ну так вот, и поэтому, так как акценты были сделаны Что значит этот кемп, мой герой становится почти что негодяем Какой-то там, который хотят судьбы мира вершать Замашки фюрера, такого мирового и так далее Подошел, значит, довольно популярное В то время еще мое лицо было Подошел и ваш слуга В этот букет актерский Потому что там в эпизодах и Куралев Ну вообще хорошая команда была Музыка хорошая была Оператор хороший А фильм не лично, объективно говоря, смотрел Он такой, получается, никакой То есть больше вам понравился сам процесс, чем результат? Даже не процесс, он был очень мучительный процесс Только что он был, ну, с точки исследования Что мы первопроходцы во многом А так это много терпения было Я потом проклинал, что я полез в этот фильм Потому что и павильонов при Москве Все лето в Москве, кто знает Москву и лето Это понимает, что за радость Сидеть в павильоне, ждать выхода, который в секундный минут Моя служанка Елена Ханга Популярная телеведущая Темнокожая была сделана И так чаще всего один Иногда с ней для разнообразия Есть с кем поболтать Хотя бы так один, один жду Чтобы поговорить с невидимым Харитоном Который в то время отдыхает где-то в Хелте Или еще где-то Такая злость была И там никакого удовольствия никакого не было Поэтому такое легкое раздражение было Но только спросило то, что ну как будто по классике Герберт Уэльш, что это все-таки не однодневка Что это не бытовой фильм о мучениях передовика у станка И так далее, так далее Ну это только так и двигало, что надо Плюс какая-то покорная, что такая профессия Все-таки команда неплохая Звучит хорошо Мой фильм все-таки Это была центральная студия Свой Голливуд какой-то Все остальное считались Мясничковые проблемы И так далее, так далее Самое главное все-таки Это наверное Чтобы в этом фильме мало было настоящей жизни Это было больше, как я называю, подросткового кино Что больше такого Поверхностного рисунка При всяких приключениях Самое главное получился трюк А не что за трюком Не одиночество человека Который гениальный создатель Вдруг делает открытие мировое До этого совсем не пахло Это была немножко сказка Передвинута в 19 веке Он прикидывается Нет, он не притворяется Боже правый Он не дышит И сердце не бьется Смотрите Появляет Смотрите Что называется Что называется Что значит А, ты красивей Реб yar Mum Ты красивей